Российская война против Украины тоже никуда не делась. Вооруженные силы Путина непрерывно атакуют всю территорию Украины ракетами и беспилотниками. Все большей проблемой становятся управляемые авиабомбы, которые Россия сотнями сбрасывает на украинские города ежедневно. Корректируемые авиабомбы или КАБы за последний год значительно улучшили свои характеристики, несмотря на западные санкции. Если в начале полномасштабной войны Россия применяла их только на линии фронта, то позже они стали падать на головы жителям и при фрагновых населенных пунктов, ну а сейчас залетают даже глубоко в тыл. Под постоянными авиаударами Харьков в суммы Запорожья. И большая проблема в том, что фактически защититься от КАБов невозможно. В арсенале России огромное количество КАБов еще с советского производства, которым теперь приделывают крылья и всячески модернизируют. Благодаря КАБам Россия хоть и черепашьими темпами, но добивается определенных успехов на Донбассе. Все независимые эксперты сходятся во мнении, что сейчас ситуация на Восточном фронте критическая для Украины. А вот российская Минобороны то и дело публикует видео ударов КАБами по украинской территории. Сводки уже стали обыденностью, как и сообщения о жертвах. Спасая цели Путина, Россия забыла спасти саму себя. Утром 28 сентября украинские воздушные силы сообщили о движении неизвестных беспилотников в Сумской области. В итоге российские дроны атаковали больницу. В результате погибли как минимум 9 человек. Это по состоянию на момент подготовки программы. В этот раз Россия применила классическую для себя схему. Когда на место прибыли спасатели, когда начали эвакуировать людей, дроны ударили в то же самое место еще раз. Погибла медсестра и полковник полиции Игорь Паладич, который приехал на место спасать людей. Крайне горячей точкой уже который месяц остается Угледар, который все это время удерживает бойцы 72-й бригады ВСУ. Город практически стер с лета земли. И тем не менее, за эти два года российской армии так и не удалось его захватить. Правда, тут мне придется добавить слово «пока не удалось». Город окружен с трех сторон. На фоне этого британский The Times пишет, что у западных стран есть доказательства того, что Китай, который публично настаивает на своем нейтралитете, тайно поставлял России целый спектр новых боевых беспилотников, которые уже применялись в Украине. Об этом изданию сообщил неназванный источник, который при этом отказался назвать китайскую компанию поставщика этого смертоносного оборудования. При этом источник добавил, что контракт уже как бы выполнен еще в 2023 году. Еще в середине сентября агентства Reuters писала, что Россия смогла наладить производство дальнобойного беспилотника «Гарпия-А», в котором используются китайские двигатели и другие детали. За год Москве удалось построить примерно 2500 таких дронов. Но в ответ на это в НАТО заявили, что улыбаются и машут. Ну, то есть беспокоятся и наблюдают. В данном случае это практически одно и то же. Чем все это закончится для Китая, который так ужимает санкциями, чтобы предотвратить попытки помочь России воевать, сложно сказать, но это точно новый виток эскалации. Настоящей, правда, эскалации не бывает без ядерки. Россия то проводит испытания, то вроде их только собирается проводить, то подождет, пока их проведут американцы. В общем, черт голову сломит. В Кремле кричат о красных линиях, но где именно они проходят, похоже, никто толком не понимает. В общем, чтобы российского ядерного кулака на Западе снова боялись, по-настоящему нужно было срочно что-то делать. Все по классической методичке ведения холодной войны. Вот Путин и решил обновить основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Это такой детальный план применения ядерного оружия, если говорить проще. Есть еще ядерная доктрина. Там все как бы глобально. Это прям кто, куда и в случае чего. Там прям список стран есть, которые нужно сдерживать, если вдруг что. Смотрите сами. Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные сдерживания. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Ну то есть раньше Россия как бы сама себе запрещала бить ядеркой по условной Украине, Молдове или Грузии. Ведь им нечем ответить. А вот теперь она как бы сама себе разрешила. Все исключительно официально, никакой самодеятельности. Смотрит на это все усопшее Рейган, думаю, и такой рукой лицо закрывает, потому что и на том свете ему стыдно. Не за себя, понятное дело. Тут бы выступить депутату-артисту из России Денису Майданову и затянуть старую песню о главном под названием «Сарматушки», что ли. Из России матушки вдаль глядят сарматушки на соединенные штатушки. Но нет, как по мне, тут уместнее было бы показать городских сумасшедших изнот, которые носятся городами русскими с резиновой ракетой, приклеенной к старой японской машине. Берем США на прицел! Для победы России требуем вести полетные задания в наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки! Ярс, Сармат и Посейдон! Берем прицел на Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! В начале прошлой недели осинспециалисты опубликовали спутниковые снимки с военного аэродрома Плесецк в Архангельской области, где проводились испытания межконтинентальной ракеты «Сармат». Судя по всему, проводились не совсем удачно. Точнее, испытания «Сарматушки», по мнению специалиста, прошли совсем неудачно. Судя по всему, ракета взорвалась прямо в пусковой шахте. Возгорание на стартовой площадке «Сармата» подтвердили и данные сервиса NASA Firms. фиксирующего крупные пожары на поверхности планеты. Дело в том, что «Сармат» — ракета на жидком топливе, и поэтому авария могла произойти еще отдельно от самого запуска, например, во время выгрузки топлива из ракеты или связанных с этим операций. Короче, остальное — это все технические детали. Захотите, прочитайте сами. В интернете информации полно. Скажу лишь, что «Сармат» прошел лишь одно успешное испытание в начале полномасштабной войны, если точнее, то в апреле 2022 года, когда все уже перестали верить в Киев за три дня. Все остальные пуски провалились. Поэтому, конечно же, когда не можешь напугать ежика голой попой, то есть страны ядерной триады баллистической ракетой, точнее, одну страну ядерной триады, а если еще точнее, то США, тогда, конечно, начинаешь менять и ядерную доктрину, и основы политики сдерживания, и включаешь в списки потенциальных целей государства, где нет никакого ядерного оружия вовсе, и вряд ли в обозримом будущем оно у них появится. В Киеве отреагировали на ядерные сотрясения воздуха Путиным. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак назвал заявление российского президента ядерным шантажом, ну а его советник Михаил Подоляк сказал дословно следующее. «Человек начинает трехдневную специальную военную операцию, а сегодня дрожащими руками читает с листочка следующее. Смотрите, если мы будем провоцировать конвенциональным оружием эту войну, то мы используем против неядерного государства ядерное оружие. Это абсолютно репутационное дно». Конец цитаты. Понимаете, теперь стало все намного сложнее. Россия собственными руками размыла собственные же границы, вписав в Конституцию временно оккупированные украинские территории. Да и вторжение украинских войск в Курскую область как бы теперь в целом ставят под вопрос, написанное российскими чернилами. Ну а где же граница России? Кто-то может вменяемо ответить. Напугал ли кого-то Путин? Мне кажется, собственное население. Последний аргумент трусливых людей. Не знаю, что там в Кремле, лично мне действительно страшновато. А вот украинцев напугать все сложнее. Ну, во-первых, многие уже вкусили прелести жизни в российской оккупации, и ядерка, собственно, выглядит более гуманным способом умереть. Ну а во-вторых, жители прифронтовых украинских городов и так каждый день гибнут от тех же кабов и ракет. Ну а на Западе давно уже перестали использовать дипломатическую лексику в ответ на шантаж. Директор ЦРУ Билл Бернс недавно заявил, что его ведомство действительно видело угрозу применения ядерного оружия России, когда та терпела огромные неудачи в начале 1924 года. И тогда американцы прямым текстом рассказали Путину о последствиях его применения. Ну и в завершение этого блока, поскольку он посвящен украинскому фронту, хочу поделиться вот какой информацией. Воевавшие в Украине российские языки теперь судятся со своим собственным министерством обороны. Как выяснилось, на войну их отправляли без должного оформления, лишь взяв с них заявление о согласии. Ни контракта с условиями, ни социальной гарантией, ни, собственно, выплат. Так называемый спецконтингент записывали в штурмовики на полгода без статуса добровольцев и страховых выплат за гибель или увечья. Выжившим не выдают военные билеты, справки о ранении и удостоверение ветеранов боевых действий. Но бывает и исключение. Получить документы, к примеру, удалось участнику войны, бывшему сотруднику военкомата, осужденному за мошенничество. Короче говоря, все в лучших российских традициях. Хотя нет, даже лучше, чем лучшие российские традиции. Так кидать на государственном уровне еще надо поучиться. Хотя вы, конечно же, смотрите сами. А свои мысли можете оставлять в комментариях к этому выпуску, если смотрите программу в интернете, ведь именно в диалоге рождается истина. Так что давайте друг с другом спорить и разговаривать. Также будьте добры, поставьте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями, в любимых пабликах и группах, а еще, конечно же, подпишитесь на наш YouTube-канал. Здесь действительно много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!